Едешь по древнему холмистому Боровску и видишь, вот детский центр, который на месте склада создала Людмила Георгиевна. Здесь была водокачка, а теперь действующий крестовоздвиженский храм. Как это смог сделать лежачий больной? Возможности Людмилы Киселевой ограничены, но она всегда в силах взять телефон и попросить о помощи. Не для себя, для других. И это работает. Я иногда оглядываюсь, когда назад, я думаю, как вот я это сделала. Вот начала когда-то реставрировать церковь, потом вот детский центр мы сделали. Мне просто приходит какая-то мысль в голову, и я ее начинаю осуществлять, откуда она приходит, как она приходит. И как потом я получаю, ну, я для себя-то понимаю, что не без Бога все это делается и обходится. Но, во всяком случае, вот как бы процесс сам, он какой-то очень тайный, очень скрытый. Организаторские способности Людмилы Киселевой поражают. Ее умение убеждать – настоящее искусство. Она обзванивает бизнесменов, организации и просит помочь. Будь то кирпичи, йогурты или поездка в Третьяковскую галерею. И это работает. Когда победа была над французами в войне, люди тогда собирали деньги, и эту церковь построили вот на свои возможные средства. Она прошла процесс поругания, вот который был по всей стране. Поругание над церквями. Вот здесь вот на ней можно вот всю историю увидеть. Чего там только не было. Там и магазин, в котором водку продавали, и там еще разные другие были назначения. Ну вот, значит, как бы мы так и двинули это делать. Теперь это храм. Десятки звонков ежедневно делает человек, который постоянно думает о других и ежесекундно испытывает боль. В ее уютной квартире есть пронзительные графические работы. В альбоме с рисунками Людмилы Киселевой можно увидеть подпись. Надо только поверить, как в детстве, что весь мир создан для тебя, что твои руки все смогут. Читаешь, любуешься графикой и понимаешь. Вот человек, который точно знает, какой должна быть та красота, которая спасает.